Итак, господа, в то время, когда в мире случилось неладное, когда коронавирус поражает людей, а коронавирус головного мозга вообще у большинства населения, все психуют, скупают гречку, туалетную бумагу, прочие предметы первой необходимости, короче, готовятся к длительному карантину. С вами совершенно внезапно случился алкобард, и, конечно же, мы сегодня будем проводить профилактику, а заодно об этом обязательно поговорим. Господа, это, грубо говоря, сетевой вискарь. Я впервые вообще видел такое. Не, может быть, оно, конечно, существует. Но когда мне вообще сказали, что это есть, я сказал, я хочу эту бутылку. Все. Есть в Беларуси такая сеть, как Виталюр, и у них есть Виталюр виски. Тут даже написано, что это виски. Причем, смотрите, что написано спереди. Ну, я, в принципе, заранее сфоткал, поэтому я вам прочитаю. Спереди написано, ну, скажем так, это краткая история напитка, можно так сказать, потому что виски и дальше. Первые письменные упоминания о виске датируются 1405 годом и происходят из Ирландии. Вот вам шотландцы наваляются такое, где виски производили монахи. Также упоминается в Шотландии в реестре шотландского казначейства. Есть запись, датированная 1 июня 1494 года. Короче, никто это все равно читать не будет. Те, кто возьмут вот это, которое стоит по нынешнему курсу где-то 3,5 доллара, простите, не будут вообще читать, что здесь написано. Они прочитают виски, им этого будет достаточно. Поэтому контр-этикетка, то есть состав. Виски купажированный White Cross. А, вот оно как, да? Знакомое название. Производим по традиционной шотландской технологии. Да блин. Сначала про ирландцев, теперь про шотландцев. Ладно. Состав. Вода питьевая подготовленная. Висковый, зерновой. В скобках пшеница. Выдержанный дистиллят. Трехлетний. Это и есть традиционная шотландская технология. Я что-то упустил? Не, ну в принципе для бленда допустимо. Висковый, солодовый. Выдержанный дистиллят. Пятилетний. Не написано еще. Будем надеяться, что ячмень. Пищевая добавка. Краситель сахарный колер. Простой. Производственная компания Сибры. Так это вы, да? Для Виталюра. Ну, в принципе, вам-то, конечно, это в плюс пошло. Объемчики-то хорошие, теоретически. А вот на практике будем смотреть, что у вас получилось. Тем более, White Cross. Знакомое какое название. Трехлетний пшеничный. И пятилетний не обозначенный, господа. Чем черт не шутит? Кстати, вы заметили, что я взял и рюмку тоже? Я думаю, что за эти деньги надо пить и из рюмки. Чует мое сердце будет трешачок. Вот как-то так заранее чует. Ну, понюхаем, что ли. Да не так и страшно. Даже интересно стало сейчас. Ну, отсюда вообще глобально ничем не пахнет. Ну что, пункт первый. Дайте капельку. Ну, похоже на правду. То есть, по крайней мере, это не водка с красителем и с ароматизатором. Это да. Тут с этим все хорошо. Ну, поехали. Извините за непредвиденную реакцию. Ой. Ну, сейчас снова будет речь. Господа, помните, я снимал Беллс и Лоусенс, Джеймсон и Бушмиллс. Ой. И прочие Джим Бимы. Я их даже обосрал. Вы помните, я их даже обосрал. Но вы знаете, они по-своему прекрасны. Потому что, опять же, все познается в сравнении. Познав в сравнении с вот этим, любой Вильям Лоусенс, даже к нам насковного розлива, он зайдет вам за счастье, ребята. Просто вы будете чмокать от удовольствия. Ой, Господи. Ладно, скинем на то, что это было первое. Все, давайте из рюмки. Все-таки правильный потребитель этого напитка будет пить его из рюмки. А пока нальем чуть-чуть сюда, пусть, как говорится, подышит. Это, конечно, не водка, дышать тут бессмысленно, но... Но так и быть. И знаете, что самое смешное? Что фанаты дистиллятов будут говорить, что даже это будет лучше водки. Вот за это, наверное, я их никогда и не прощу, а пока выпью. Почти как дети в школу. Слегка несет какой-то щепкой. Вот правильная посуда для этого продукта. Ребята, вот. Они должны стоять вот так. А это стыдливо должно быть вот так вот убрано. Вот это я понимаю. Его надо пить из рюмок. Желательно на троих под елочкой. С фразой мужики, я вискаря принес. Это вам не водяра ваша. Будем сегодня порядочными, интеллигентными людьми. И вот это вот рюмочками. Ну или вообще по символе на рыло нет. В принципе, этот напиток выше такого подхода. Но... Но это же говно. Уж простите, Сибры. У вас есть хорошие продукты, но... Но, блин! Конечно, я понимаю, что целевая аудитория этого напитка, в принципе, останется довольна. Потому что они возьмут это за недорого. Бухнут это, в общем-то, с некоторым удовольствием. И останутся счастливы тем, что они приобщились к вискарю. Хотя бы в этот день. Но, блин... Сейчас, секунду. Я тут хочу вспомнить. Я там все правильно прочитал? Да, оба выдержанные. Мне что-то показалось, что пшеничный был не выдержан. Нет. Оба выдержанные. Трешка и пятерка. То есть, в среднем получаем четыре, кто математику учил. Но, блин! Величайшее наслаждение. Знаете, что это такое? Величайшее наслаждение. Это когда вы поймете, что вам этого больше пить не надо. Как только вы это поняли, у вас оно наступит. Поэтому наливаем заключительную. Ну, не совсем. Все-таки в две посуды. Потому что из рюмки это, как ни странно, но зашло. Я не знаю, почему так случилось. Но, конечно, так издеваться над потребителем нельзя. Нельзя, ребята, нельзя. И тут, наверное, даже претензия не столько к Себра. Мы им заказали, а не сделали. Сколько к сети Виталюр, которая это продает. Хотя, какая им по большому счету разница, им вообще плевать. Вот продается и продается. Ну, блин, ну это страшно. Причем, есть же, например, белорусские сетевые водки. Ну, типа, тоже каждый день Ашановская. Типа, там, 365 дней или как. Они обычно нормальные. Вот с водками, наверное, всегда следят намного лучше. Ну, может, там тендеры между заводов устраивают. Я не знаю. Слепую дегустацию и выбирают, что взять. Но здесь, наверное, это был, скорее всего, первый опыт вот этой сети. Они решили, что им нужен свой вискарь. Ребята, вы еще, я не знаю, что еще, нет, не надо. А то сейчас посоветую, а они послушают и начнут вот это вот все выпускать. Короче, сибры, глобально, конечно, к вам претензий нет, но вы сделали говно. Это раз. Виталюр, травить этим людей это стыдно. Это два. Блин. Вы знаете, Я сейчас, наверное, страшную вещь скажу. Белорусы поймут. Но даже некоторая продукция парической винарни реально лучше, чем вот эта. Ну, я сейчас серьезно говорю. Причем парическая винарня это те, которые меня сильно не любят. За некоторые обзоры, за некоторые отзывы. Но парическая винарня это парическая винарня. И у них реально есть продукты лучше, чем эта. И это меня откровенно пугает. Короче, грустное мысло видео. Грустное. Печальное. Но иногда должны быть и такие. Честно говоря, думал, что просто трешачок поржать там, что-то поприкалываться. Но сейчас даже ржать и прикалываться не начин. Абсолютно серьезно. На этой грустной ноте. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. За скорое окончание всех вот этих вот коронавирусов. А особенно коронавируса головного мозга, которому подвержены слабые умы. Я не знаю, у меня вообще ощущение, что их просто потихоньку добивают. Вот этих людей, склонных к паранойи, психозам, их просто добивают. Ну, может быть и так, как надо вычислить, в конце концов. И как-то изолировать. Хотя слово изолировать в последнее время достаточно часто звучит. Ну, за самоизоляцию, господа. И за то, чтобы вы пили более-менее нормальные напитки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!